Всем привет, с вами я Клэйн, aka 30 фпс год. Многие писали в комментариях и спрашивали, как я играю в 30 фпс. И чтобы всем по отдельности не отвечать, я решил записать этот ролик. Я расскажу вам самые главные аспекты, на которые стоит опираться при игре на слабом ПК. Но перед началом, реклама. Ребята, хочу представить вам новую уникальную сетку серверов с опенкейсами бесплатных привилегий. Также на проекте содержится 8 серверов, 128 тикрейт, карты OnlyDust2, Mirage, VP Lego, Maniac, Surf, AIM, Arena 1 на 1. Уникальная сетка с бесплатными привилегиями VIP, Admin и другие. Заходи и играй в свое удовольствие. Все ссылки в закрепленном комментарии. И все-таки, как же стать хорошим игроком со слабым ПК? Первым аспектом является стрельба. Уже были на ютубе такие ролики, как ютуберы играли на маленьком фпс. Проблема заключалась только в том, что у них был стабильный фпс и варь придерживался одного и того же значения. Поэтому они могли спокойно убивать за сжимом, потому что процессор вполне позволяет. В нашем случае лучше научиться стрелять тапами. Стрельба тапами намного надежнее, у вас вырастет процент попаданий и кило в том числе. Но не забывайте, что тапать нужно именно в голову, а не по ногам или в тело. За свое время игры в Counter-Strike, а наиграл я очень много, я заметил такую особенность большинства игроков, которые не умеют позиционировать свой прицел. Они постоянно держат его или в полу, или на уровне тела. Тут также вам сможет помочь карта Aim Bots, на которой я также разминаюсь. Просто начинаем настреливать со всех оружий ботов и стараемся убивать ботов только в голову. Стреляем только тапами, никаких зажимов. Наша цель убить как можно больше ботов за определенное время, пусть это будет 10 минут. Если каждый день вы будете просыпаться с мыслью, сегодня я хочу настрелять больше ботов, чем вчера, это вам придаст еще больше мотивации и вы сможете настрелять больше, если этого захотите. Именно таким методом я научился позиционировать свой прицел, а если научился я, для вас это никакие проблем не составит. Обе карты, на которых я раньше тренировал стрельбу, будут в описании. Второй, очень важный аспект Counter-Strike, заключается в раскидке гранат. Месяц назад я апнул на втором аккаунте 5-й лоул фейсета и заметил, что большинство людей не знают простейшего смока на стейерс или джангл. А про смоки под Б я вообще молчу. Я сам не так давно начал учить раскид, ведь я думал, раз я делаю мувики, смоки мне вообще не нужны. Но как же я ошибался. Смоки облегчили мне игру и набирание контента, открыли новые возможности гейминга. Поэтому, ребята, учите пожалуйста раскид не только смоков, но и флешек. Именно благодаря вашим знаниям разборсовки гранат, раунд, а то и полностью игра, может оказаться в вашей копилке. Если что, ссылочка на карту по раскидке гранат будет в описании. На этой карте очень много режимов, помимо раскидок. Также, вы там можете потренировать префаеры на разных картах и, конечно же, разных плантах и позициях. И еще много чего. Не будем зацикливаться, переходим к третьей стадии про игрока. Ну и наконец-таки, учите позиции на картах. Это очень важно. Если вы знаете точки на картах, вам и вашей команде будет проще передвигаться. Карт я не знаю, которые смогли бы вам помочь, но я оставлю ссылку на скачку этих картинок с названиями позиции карт. Напоследок, хотелось бы сказать, что никакие видео по повышению фпс вам не помогут, а могут сделать только хуже. Поэтому, если вам действительно нравится CSGO, обновите ПК. На слабом ПК вершин не добьешься, а с новым ПК у вас будет больше возможностей. Ух, как боженька смолнил. Ну а с вами был я, Клейн. Всем пока.